По договору можно российский разведчик облетел США 29 апреля 2019 года газета По договору можно российский разведчик облетел США Источник изображения Российский разведчик с воздуха рассмотрел военные базы США Российский разведчик совершил наблюдательный полет над стратегическими военными базами США Эту операцию он осуществил в рамках договора по открытому небу 1992 года Который позволяет его участникам совершать наблюдательные облеты территорий друг друга Но на сегодняшний день он находится под угрозой заморозки США обвиняют Москву в его нарушении Самолет ВКС России Ту-214 Он в рамках международного договора по открытому небу, Дон Совершил наблюдательный полет над стратегическими военными базами на территории США Передает Интерфакс Российский самолет отправился с авиабазы Реускранс в штате Миссури И провел разведывательную операцию над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо Он находился в небе примерно 6 часов В течение которых успел понаблюдать за рядом стратегических объектов В том числе и за хранилищем ядерных боеголоток ВВС США на авиабазе Киртленд Лос-Аламойской национальной лаборатории, где создается ядерное оружие И хранилищем химического вооружения возле города Пуэбло в штате Колорадо Ту-214 открытое небо Это самолет авиационного наблюдения, который был разработан на основе пассажирского лайнера Он предназначен для выполнения заданий в рамках Дон Ранее в соответствии с этим договором Россия провела наблюдательный полет Над стратегическими американскими военными базами в конце марта Его осуществил самолет Ту-154МЛК-1, сообщал Интерфакс со ссылкой на источник Оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения Разведчик отправился на операцию с авиабазы Грейт Фоллс, штат Монтана Он курсировал над закрытыми районами штатов Калифорния и Невады 8 часов Самолет пролетел над авиабазой Эдвардс, 42-м заводом ВВС США, на котором модернизируют и собирают стратегическую авиацию авиабазой Ванденберг, где размещены пусковые установки системы противоракетной обороны ПРО, США, и рядом других военных объектов За месяц до этого в рамках Дон наблюдения над территорией России провел военный самолет ВВС США По данным мониторингового портала, он пролетел над Читой Скриншот, на котором виден самолет, был прикреплен к посту портала в Твиттере Пресс-секретарь Пентагона Джимми Дэвис обратил внимание, что это была первая подобная разведка с ноября 2017 года Он объяснил столь долгий перерыв напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном По словам представителя ведомства, российской стороне известно о полете Международный договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года в Хельсинки В нем принимают участие 23 государства-члена ОБСЕ Документ позволяет участникам совершать наблюдательные облеты территории друг друга Отслеживая таким образом военную деятельность и соблюдение действующих договоров в области контроля над вооружениями Но его реализация сейчас находится под вопросом В августе прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет страны на текущий год В документы, среди прочего, был указан пункт о заморозке выполнения ДОН с Россией Пока она, как гласит текст, не вернется к его соблюдению Впрочем, вскоре представитель Госдепартамента США заявил ТАСС Что Вашингтон не приостановит свое участие в ДОН, а наоборот, собирается и далее выполнять данное соглашение Наоборот, Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора Как это демонстрирует разрешение на комплексное обновление парка наших самолетов для использования в рамках договора по открытому небу А также наши продолжающиеся усилия по модернизации нашего воздушного флота Пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве РИА Новости со ссылкой на свой источник в Госдепе позже уточнила, что США заморозили часть средств на реализацию ДОН до тех пор, пока против России не примут меры в ответ на нарушение договора Одним из камней преткновения в этой области стал наблюдательный полет российского самолета спецназначения Ту-154МЛК-1, который состоялся 10 августа Американские журналисты и политологи возмутились маршрутом миссий военных из России Им не понравилось, что он пролегал над секретными объектами США Самолет пролетел над Капитолийским холмом, штаб-квартирой ЦРУ, авиабазой Эндрюс, секретным правительственным бункером Маунтуэзер, резиденцией американского лидера в Кэмп-Дэвиде и Гольф-клубом Дональда Трампа в Вирджинии Уже в сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепартаменте сообщила о намерении США ограничить полеты российских военных самолетов Собеседники газеты отметили, что это ответная мера на якобы нарушение договора с российской стороны Там, в том числе, упомянули, будто Москва запретила полет над Калининградской областью Но даже в Пентагоне отметили, что дерзкие полеты русских на самом деле не являются нарушением условий Дон Там пояснили, что это всего лишь рутинные мероприятия Представитель военного ведомства подчеркнул, что миссия российского оборонного ведомства регламентирована и тщательно контролируется Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерения США, подчеркнул, что все условия Дон нужно соблюдать без каких-либо интерпретаций Здесь вряд ли есть место для интерпретации Нужно четко следовать положениям договора по открытому небу Любые претензии должны, скажем так, выдвигаться в строгом соответствии с этим договором Потому что у каждой из сторон есть обязательства в соответствии с упомянутым документом, пояснил Песков Лидия Миснек Право на данный материал принадлежат газетам Материал размещен правообладателям в открытом доступе